Как только на прошлой неделе мы сообщили о массовых поджогах церквей в Техасе, в штате были подожжены еще два храма. Еще два пожара произошло в зданиях американских баптистских церквей, находящихся на расстоянии около трех километров друг от друга. Таким образом, количество церквей, пострадавших или уничтоженных пожарами, уже достигло 11. Два последних пожара практически полностью уничтожили здания церквей, несмотря на скорое прибытие четырех пожарных бригад. К расследованию пожаров были привлечены агенты службы АТФ, которые принимали участие в раскрытии террористических взрывов в США. Чтобы помочь следствию, власти объявили о награждении в 25 тысяч долларов за предоставление информации, которая поможет раскрыть преступление. Как сообщили представители некоторых церквей, до поджогов были обнаружены кражи ценных вещей. Сейчас ведется расследование пожаров в церквях техасских городов Темпл, Кантон, Мартин Милл, Афины, Тейлор, Линдейл и церкви города Уиллспойнт. Неизвестно, чьих рук это дело, но можно предположить, что без исламских радикалов здесь не обошлось. Дабы затянуть потуже узелок на шее мирового зла, штаты начали масштабную операцию против афганских талибов. В операции задействовано 15 тысяч военнослужащих. Ее целью станет очистка от боевиков движения «Талибан» города Марджа. Операцию назвали «Маштарак», что в переводе значит «вместе». В ней, наряду с силами коалиции, участвуют подразделения афганской армии. Однако ее участие все же скромное – полторы тысячи солдат. Основная нагрузка легла на плечи американских морпехов. Около 4 тысяч военных представляют Великобританию. Подключены также части из Эстонии и Дании. К 2011 году иностранные части должны покинуть страну. По плану Барака Обамы, до начала вывода войск, в Афганистане должны быть подавлены основные очаги сопротивления талибов, а зачищенные территории переданы под контроль местной армии и полиции. А теперь о месте проведения операции. Провинция Гельмент, куда стягивают все войска, крупнейший поставщик опиума и героина на мировой рынок. Основной объем мирового производства опиума сосредоточен именно там – наркоторговля, главный источник финансирования талибов. Удар по ней может сильно пошатнуть позиции движения. Ранее силы коалиции проводили регулярные рейды по уничтожению как плантаций мака, так и лабораторий по производству героина, но изменить ситуацию в корне им не удавалось. По данным Комитета ООН за 2007 год, площадь маковых плантаций составила 103 тысячи гектаров. Крупномасштабная операция в районах массового производства опиума может существенно подорвать экономическую основу талибана. Хочется пожелать успеха силам НАТО, ведь большая часть поступающего в Россию героина производится там, где они сейчас воюют. Даже простое уменьшение этого потока – уже большое дело. И дабы не ждать журавля в небе, в Оренбурге решили использовать, хоть и ненадолго, синицу. Здесь начинают работу троллейбус «Милосердие». Троллейбус предназначен для помощи местным бездомным. По благословению митрополита Оренбургского и Бузулукского Валентина, во время Великого Поста проводится акция «Твори добро». Для бездомных будет организовано горячее питание. Еду они получат в специально оборудованном для акции троллейбусе, который с обеда до вечера будет дежурить на площади у вокзала. Кроме этого, квалифицированную медицинскую, юридическую или иную социальную помощь этим нуждающимся окажут работники соответствующих служб. Они будут нести дежурство в этом же троллейбусе «Милосердие». Также планируется выдача теплой обуви, одежды и другая посильная помощь. Троллейбус «Милосердие» будет ухаживать за бездомными города в течение всего Великого Поста. Акция закончится 4 апреля. Но само «Милосердие» на этом не закончится, а будет жить вечно. Ведь оно – часть любви, о которой Иисус сказал, что все пройдет, а любовь пребудет вовеки. Она согреет и ваше сердце, и не даст нам потеряться в сети.